В единстве наша сила. О важности межэтнической стабильности и мира между религиями в нашей стране сегодня говорили и в областной библиотеке имени Сабита Муканова. Сколько конфессий насчитывается в Северном Казахстане и почему нужно повышать религиозную грамотность? Ответы на эти и другие вопросы дали эксперты-аналитики. Тему продолжит Жанель Бесенбаева. Непринужденная беседа, ответы на интересующие вопросы. За одним столом собрались ветераны труда и магистр религиоведения Олег Стенников. Вместе они рассуждали о значимости толерантности и сохранении мира. Сегодня в Казахстане каждый вправе выбрать и исповедовать определенную религию и вправе придерживаться атеистических взглядов. Но самое главное, говорит магистр, это не попасть под влияние религиозного экстремизма. От повышения религиозной грамотности очень многое зависит. И поэтому чем больше население будет знать, какие конфессии действуют официально, по закону, какие запрещены или действуют нелегально. И это снизит процент попадания людей в какие-то деструктивные, запрещенные экстремистские организации. Для каждого казахстанца главное в жизни – это мир, согласие и единство. Библиотеки часто организуют такие встречи. Сегодня ее посвятили Дню Духовного Согласия. Мы поговорили на диалоговой площадке, обсудили такие темы, как религия, все, что касается единства народов Казахстана, международного согласия, поскольку Казахстан у нас является диалоговой площадкой для многих религий. Всего в области насчитывается 136 религиозных объединений, которые представляют 11 конфессий. Жанель Бесимбаева и Казбек Арыкбаев. Новости МТРК.